Внутренний нам всем звезда. Я это чувствую, это чувствуют прокачанные люди тоже, что им тяжело существовать в этих реалиях. Действительно, всё происходящее, оно буквально фонит внутри. Спасибо за комплименты. Напишите, пожалуйста, кто сейчас испытывает тяжёлое состояние внутри. Вот у кого фонит, например, тревога. Я больше всего от вас получала вопросники, что слово «тревога» было самым частым. Скажите, пожалуйста, кто это испытывает сейчас? Что касается тревоги, то есть тревога – это беспокойное, нестабильное состояние психики, когда человек начинает мельтешить. А вот представьте тревогу в руках. Ты хочешь что-то взять, у тебя руки трясутся. Ты хочешь куда-то аккуратно положить, оно падает. Так происходит с нашими жизнями сейчас. То есть в состоянии тревоги, паники, апатии, агрессии, обиды, поиска виноватых, желание восстановить правду, вовлечённость во все эти новости по всем каналам, инфоканалам, в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуках, по телеку, дома, за чаем, с семьёй. И всё это время мы подвергаемся таким, скажем так, демонической этой энергии, это эгрегор коллективной негативной энергии. Ничего божественного в ней нет с точки зрения добра и мира. И мы становимся всей частью вот такого коллективного негативного эгрегора. И этим самым наши биополя начинают вибрировать на низких частотах. И создаётся вот эта коллективная аура. И мы все даже прокачаны, даже люди в практиках. Это на себе ощущаем. Потому что те, кто негативит, а таких сейчас больше, да, вот эти все негативные состояния испытывают, их биополе мощное, количественно мощное. И из него выбиться, да, приподнять голову, скажем так, или сонастроиться на себя становится всё больше, всё больше тяжело. Поэтому есть такой эксперимент, я не знаю, вы слышали или нет. Во время Израильско-Ливанской войны проводили такой эксперимент. Брали людей, которые способны работать со знанием и сонастраиваться на внутренний мир, покой и созидание любви, проекцию во внешний мир. Собирали кучу таких людей, отправляли в самые стерзанные войной места. Там, где самый жёсткий конфликт и происходят самые жестокие вещи. Люди собирались и в один момент времени начинали медитировать, начинали сердечные чакры вырабатывать любовь, проекцировать во внешний мир. И ситуации обострения, там, где они происходили, начинали сходить на нет. По статистике, на 1 миллион человек хватит 800, чтобы созидать вот такое биополе позитивное, чтобы этим позитивным биополем нейтрализовать общий негатив. Значит, если на миллион хватит 800 человек, посчитайте, сколько нам нужно на весь мир. На 8 миллиардов. Нет, я много говорю. На миллион 800, нет, на миллион 80 человек, прошу прощения. Я поставлю этот ролик тоже, вы изучите. То есть это абсолютно научный факт. Задача акции «От тревоги к миру» в том, чтобы я и мои мастера и учителя провели от себя в виде служения народу. Служение – это помогать другим людям бескорыстно, вести их к их успеху, то есть к счастью, к реализации души. Помочь людям в это непростое время, те, у кого единственная возможность – это нужен интернет, и внутренние силы и желания вернуться в себя, нащупать внутренние опоры, держаться их. Те, кто к этому готов и этого хочет, эта возможность будет сейчас предоставлена. Мы 9 марта начнем, это будет длиться 7 дней, будет 14 мастеров. Что именно можно будет пройти на этом курсе, потому что по опыту каждому подходит своё. Для кого-то подходит медитация очень хорошо, у кого-то очень дыхательная йога успокаивает. У нас будет МСТ-графика, это техника, когда ты свой страх и паническую атаку, или когда накатывает прямо вот сюда, ты начинаешь прорисовывать. Несложная техника, но весь негатив и страх, и обида остаётся на этом листе, и ты высвобождаешься. Также у нас будут физические занятия с моим мастером Ириной, я её обожаю. Это называется уровни Дилца, пирамиды Дилца, кто-то о ней слышал или нет. Это когда ты проекцируешь реальность, начинаешь из одной точки, прям листик бумаги, выходить в другую. Это очень техника рабочая. Также у нас будут лекции. У нас будет лекция, не то чтобы религиозная, она будет лекция с ментором, человеком, который закончил библейскую школу. А эта лекция актуальна для всех конфессий, для мусульман и для евреев. Мы будем говорить о божественности, о сестринстве, о единстве, да, любовь сквозь Бога. Как относиться к человеку, к любому, даже кто тебе сейчас в ярости говорит гадости или делает. Как помочь пустить в сердце своего Бога, как быть в Боге, как быть с Богом. Также будет мой учитель Жанат Кажамжаров. Он целитель энергии цигун, он основатель науки Сюцай. Он будет давать лекцию о карме, как нам выстраивать отношения. Он будет передавать энергию. Он сейчас передаёт мастерам Сюцай, но он согласился в этой акции о тревоге к миру передать энергию целительную всем людям, которые будут смотреть эфир. Спасибо ему за это. Почему мы будем обсуждать именно карму взаимоотношений? Потому что сейчас, я уже говорила не раз, кто проходил мои марафоны, кто смотрел мои эфиры или читает посты, часто слышал о карме, что каждый раз, когда мы коммуницируем с людьми, мы наращиваем либо морально-кармические отношения, то есть плюсик в нашу карму, либо морально-кармические долги, то есть минусы. Если мы с человеком поссорились, например, он нас обидел, он нас ударил, сделал нам откровенное зло, и мы на него обиделись, значит, что в это время происходит с нами? Как вы думаете? Вот нас ударил, избил, отнял деньги, нагрубил, нахамил, не понял. Другой человек. Мы испытали что? Обиду, как минимум. Что в это время происходит? В это время мы наращиваем морально-кармические долги. От того, что ты обиделся на человека, и ты испытываешь к нему плохую эмоцию, мысли, слова, еще и не дай бог действия, ты наращиваешь морально-кармический долг себе в карму. За полгода до смерти яма кармы человека перестает писаться. И когда душа покидает этот мир, скажем так, небесная канцелярия сравнивает количество его плюсиков, сколько он наработал морально-кармических отношений, и количество минусов морально-кармических долгов. У нас время сейчас быстрое, очень быстрое. И когда все говорили про эру Водолея, что мы выходим из материального, трехмерного мира, где было важно поесть, поспать, заработать, размножаться, одеваться, ездить на машинах, что мы переходим в пятимерное пространство, где более все на тонком плане чувствуется, считывается, где духовность, где эмоции, где мысли, где чистота сердца. И те, кто в этом не преуспевает, очень быстро реагирует планета на людей, очень быстро. Вы видите, какая быстрая реализация кармы. Почему есть люди, которым вот так вот быстро везет? Это не потому, что у них маркетинг. Это потому, что правда в их жизни, их карма, то есть их биополе работает таким образом, что оно притягивает все, что им нужно, так, как им нужно, и тогда, когда им нужно. Если мы находимся в негативных эмоциях, апатия – это тоже негативные эмоции, раздражение – негативные эмоции, осуждение, деление людей – негативные эмоции, обида, боль, страх – негативные эмоции. Если мы в этом находимся, наши вибрации биополя падают. И, соответственно, ни о какой лёгкой реализации мечт, везении говорить не приходится. Наоборот, случается одно, за ним второе, третье. Вот пословица «беда не приходит одна». Это как раз из этой серии, что у человека понизились вибрации, и он уже на тех уровнях, где есть сложности. И они накатывают, накатывают, накатывают. Вот так человек скатывается до кризиса, либо он заболевает окончательно, потому что все эти эмоции бьют по телу. Или у него происходит трансформация, переоценка ситуации, переоценка себя, какие-то поиски духовных, уже ответов на вопросы и запросы. И человек идёт вверх, как произошло в моей жизни, в моём кризисе. Поэтому это всё важно, и поэтому мои мастера, мои учителя, мои наставники, те, кто мне помогали всё это время приходить в мой ресурс по разным вопросам. Это и работа с подсознанием, это и работа с телом, это и работа с мыслью. Сейчас очень актуально, люди пытаются принимать решения, потому что экономика нестабильна, что будет завтра, скупать что, доллары или макароны, или куда бежать. Проблема людей, что они пытаются начать с анализом. Это не так. Сперва человек начинает с дисциплины тела, чему мы будем учиться на этой акции. Потом у него есть возможность начать слышать голос души, потому что тело лучше всех знает, душа в теле. Как нам начать это ощущать? А потом уже прикладывать анализ, принятие решений. Ни в коем случае не в обратной последовательности. Поэтому у людей проблемы. Они пытаются начать с анализа, принять решение из головы, потом свою душу, сердце натянуть на это решение. Типа, да ты должна это любить, тебе должно это понравиться, должно подойти. А потом по факту разрушается тело, откуда у нас все болезни. Этому мы тоже будем учиться, что сперва уходим в тело, потом начинается синхронизация с душой, а потом уже приходят светлые мысли, рациональные решения. Не импульсивные, не те, которые нас вовлекают в череду проблем, которые потом надо снова разгребать. Короче, вы поняли, там все очень закручено. И это акция от тревоги к миру, без оплаты, для всех абсолютно желающих. Начнется 9 марта. Я сейчас, вот у нас готовится макет, чтобы поставить стори, чтобы вы могли увидеть. Я вас призываю помнить о своей яме кармы, о служении. Что если вы добром делитесь с другими людьми, ваша яма кармы, ваши вибрации, ваша широта, сила биополя, она увеличивается. Поэтому, пожалуйста, если вы считаете для себя, что это полезно, поделитесь максимально с людьми, максимально. Я технически готовлюсь, чтобы это могло пройти очень много людей. Есть такой эффект метронома, да, вот этой вибрации нашего маятника. Если два человека поставят один так вибрирует, другой так, они где-то сравняются. Поставишь к ним третьего, который вот так вибрирует, он встанет уже на их уровень вибрации маятника. И так каждый человек по цепочке. Смысл и цель этой акции, как у эффекта метронома, создать движение наших маятников в позитивном ключе. Потому что, друзья мои, я общалась с астрологами. То, что сейчас происходит, это было предопределено планетами. Сейчас вошел Нептун и Уран. Это агрессия, страсти и война. Кто-то из моих учителей пил айваску в октябре, еще в октябре в Перу, и там были очень сильные шаманы. И они сказали, ребят, война, Украина, февраль. Если вот я сейчас говорю, у меня аж мурашки. И все смеялись, ха-ха-ха, какая война с Украиной, вы о чем? Почему так? Все спрашивают часто, есть судьба или нет. Есть понятие предопределения, что так встают планеты. Сюцайджи, он тоже основан на энергиях планет, да, а не на циферках. Цифры – это кодировка планеты. Планеты стоят сейчас так, и это было видно астрономам, что такое должно было произойти. Второй вопрос в чем, да, что такое судьба? Что есть влияние планеты, да. Но если ты находишься в дисциплине тела, в дисциплине ума и в реализации души, ты можешь пройти, да, по касателям, по светлой стеночке вот этого всего события. Мамочка эфир ведет. Привет! Привет, Солнышко! Ты плесла? Вот. Мы скатываясь негативные эмоции, позволяя, да, это уже выбор, мы позволяем себе оставаться в них сейчас. И я тоже депрессовала, и пыталась себя вытащить из информационного потока, из этого негатива, но только откроешь, потому что это демоническая энергия, это негативная, она засасывает. Только откроешь сторизы в Инстаграме, через два часа ты кладешь телефон, ты уже вся в слезах, уже жить не хочется, уже не знаешь, до что хвататься. Это работает на всех, мы все живые люди. Мы вот блаженных, честно, я сейчас никого не вижу. То есть людям плохо очень. Поэтому тут вопрос выбора, да. Если мы выбираем себе, мне слышно, оставаться в негативных эмоциях, мы этим самым, да, вот этим коллективным эгрегором негатива и разрушениям выбираем наше будущее, мы создаем реальность сейчас. Несмотря на все предопределение планет, у нас с вами есть возможность пройти по светлой стороне. Понимаете, о чем я говорю? Это изменение событий прямо сейчас. Это создание благополучного из всего того, что сотворилось, будущего прямо сейчас. Точно так же мы с вами создаем своими страхами негативное будущее тоже прямо сейчас. И поэтому акция о тревоге к миру, я молю Господа, чтобы к ней прикоснулись как много больше людей. И я каждого из вас, мои дорогие подписчики, кто смотрит этот эфир, мои друзья-блогеры, безвозмездно, я прошу поставить. Сейчас буквально до вечера у меня уже будет программа. Я прошу послужить, пополнить свою карму, послужить людям добром, дать им возможность узнать об этой акции и ее пройти. Во имя нашего всеобщего блага, во имя твоего блага. Это будет вашим служением. И это уже немало. Мы не обязаны быть философами, энергетами, астрологами, психологами, мастерами подсознания и прочими, чтобы нести пользу людям. Те, кто это могут, сейчас объединяются со мной в эту акцию. Кто, у кого этих навыков нет, пожалуйста, сделайте лучшее из того, что способны сделать вы. Давайте распространим эту акцию, пусть люди пройдут это. И мои дорогие друзья, которые сейчас находятся в тяжелых физических условиях на Украине, или кто-то бежит из нее, кому сейчас плохо, страшно, у кого сейчас первые вопросы, конечно же, необходимые, безопасность и пропитание. Я вас понимаю и поддерживаю. Если у кого-то из вас найдутся силы пройти эту акцию тоже, смотреть уроки, я просто, я вдвойне вами буду гордиться. Вы такие молодцы, потому что сейчас срываются маски, и все ситуации, которые происходят вокруг нас, они нам дают посмотреть, какие мы на самом деле, что все это время было внутри флакона, да, чем он был налит. И сейчас, если не пройти этот экзамен достойно, если не взяться за себя, нас ждет в 2023 году мощная проверка. Вот что мы сейчас, во что мы превратимся, да, трансформируемся, с тем нам жить в 2023 году. В 2023 году будут проверки иные, но они будут. И это будет длиться до 20, до 2027 года. Это будет окончание вхождения в Эру Водолея. И мы все станем свидетелями совсем других времен. Поэтому, вот сейчас говорю, просто у меня табунами это бегает, да. С одной стороны, это, да, может устрашать. С другой стороны, это просто реальность. Это процесс эволюции. И дальше пойдут те, которые сумели, сумели сделать выбор, решение принять и начать трансформироваться в сторону повышения духовности, повышения своих вибраций, повышения пропускаемости сердечного канала, то есть пропускать через себя любовь, потому что Бог – это любовь. И во всех религиях, какой бы вы конфессии не принадлежали, Бог – это любовь. Это не старичок на облачке. Чем больше мы в себе сейчас сможем возможность, да, вот пропускаемости любви наработать, тем больше у нас шансы, возможности и счастья в новом времени реализовать свою душу. Цель человека – это расширять свое сознание, чтобы реализовывать душу. Цель человека – это не оставить после себя детей, да не построить памятники себе, города, мосты. Нет. Цель человека – реализовать свою душу. Хороший вопрос. Энергии, хорошие или плохие, предопределяет кто? В Писаниях сказано, что там, где нет закона, нет греха. Как только мы начинаем называть что-то добром, автоматически возникает зло. Как только мы кого-то начинаем назвать правыми, автоматически в пространстве возникают неправые. Поэтому СЮЦАИ делит, учит людей не делить людей. Все, что мы делаем ежеминутно, это делим людей, исходя из собственных убеждений и морали. Мы считаем, что так должно быть. Мы считаем, что это добро. Мы считаем, что это справедливость. Мы считаем, что таково должно быть возмездие. Но у каждого человека это иллюзия ума, как должно быть. Мир не так состоит. И когда мы уходим в отделение людей, а это сделать пипец, как сложно, в то время человек становится свободным. В то время ему открываются сверхвозможности отворца, потому что он уже не на этом уровне вибрации. Вот объясню. Наши мысли формируют наши эмоции. Наши эмоции определяют, на каком этаже вибрации. Вот давайте я вам так покажу. Есть эмоции, мысли низкочастотные. Злоба, страх, депрессия, агрессия, апатия, обида и прочее. Кстати, негативных эмоций больше даже, чем позитивных. Это все низкочастотные эмоции. Пока мы позволяем, я вот слово «позволяем» буду говорить постоянно, потому что я обязана вам напоминать, что это ваш выбор. Пришло время делать выбор. Так вот, пока мы выбираем позволять себе испытывать эти эмоции, мы остаемся на определенных этажах вибрации нашего биополя. Вибрации Земли есть такой эффект Шумана, по нему ученые сверяют свои приборы. Это частота вибраций Земли. До 95-го года она была 7,6 Гц. Биополе человека было 7,8 Гц. И людям с планетой было окей в унисон. Вот это и есть трехмерное бытовое измерение, в котором мы все жили. С 2000-го года началась эра Вадария. Заметьте, 2000-й год – это двойка, число сознания 2. Это уже про дипломатию, про психологию, про эмпатию, про душевность. Это тысячелетия других людей, уже не таких воинственных. Мы уже про другое. Так вот, эра Вадария, как начала вступать, вибрации Земли за последние 20 лет выросли из 7,6 Гц в 29,4. Понимаете? Вот так. А человек все еще на уровне сознания, поесть, поспать, с тем поругаться, с тем помириться и так далее, вибрирует на 7,8. Что происходит, если это будет вот так? Людей, которые не повысят свои герцы, биополя, Земля начнет вытеснять. И коронавирус – показатель. Уходят те, кто не подняли свои герцы. Заболевания нервной системы летят у каждого второго. Земля, где тонко там порвется, рак, все что угодно. Планета вытесняет людей, чье биополе – это чисто физический процесс. Тут я говорю чисто физические процессы, что наше биополе неспособно Землей унисон быть. Теперь поднимаемся по этажам. Есть эмоции выше, которые наше биополе поднимут, чтобы сравняться с планетой. Это понимание, это любовь, да, это поддержка. Это уже большая вибрация. Есть вибрации абсолютной любви. Когда ты, безусловно, любишь и злодея, как ты его определил для себя, да, опять же, все из своей иллюзии. И негодяи, и обидчика, и те, кто и тот, кто денег не дал, и тот, кто в нос ударил, тот, кто твоего ребенка задел. Когда ты способен любить, безусловно, там уже 528 Гц. То есть это сильнейшее чувство. Принятие, да, то есть дать жизни быть без осуждений и разрушений. Высочайшее чувство. Доверие Творцу, синхронизация с Творцом. Высочайшие Гц. То есть, ну, если вы на таком уровне блаженно пойдете, то вы даже обгоните, в принципе, планету, вам уже сразу в рай пора. О таком пока и мечтать не приходится, поэтому давайте для начала хотя бы доберемся из негативных разрушений, которые сейчас посмотрите. Просто океан, прыгаю бомбочкой в весь этот ужас и кошмар. Еще раз скажу, никого не делим на блаженных, духовных и прокачанных. Нам всем сейчас тяжело. Нам всем сейчас плохо. Мы все сейчас разрушаемся. Ну, я говорю, 97% людей. Но в наших руках сделать выбор, это изменить. Поэтому не буду вас держать долго, скоро обед закончится. Вечером будет, 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 что, Господи, будет ссылка, где будут все эти уроки, будет расписание, будут мастера. По-человечески, во имя блага каждого из нас и во имя скорейшего благополучного окончания всей ситуации, я просто вас прошу, распространите эту информацию, как можете. Репосты друзьям, подругам, всем. Я просто вас об этом прошу. Да, на этом все. Если у вас какие-то вопросы, я побежала. Я постоянно занимаюсь дисциплиной тела сейчас, потому что, как я сказала, анализ не к черту. К душе прийти не так просто, поэтому я постоянно на бане, джакузи, прогулки, ходьба, вода, йога, я делаю все. Все, все, все поняли, всем все понятно. Я не спросила, а вы хотите пройти эту акцию от тревоги к миру и позаниматься с моими мастерами? А то, может быть, я тут говорю, говорю, у меня тут больше 250 человек людей, а вы не хотите. Я сразу тогда пойму, что делать дальше. Очень хочу, да. Отлично, отлично. Еще раз напоминаю, это все будет абсолютно без оплаты для вас. Единственное, нужен интернет и решимость, да, то есть высвободить под это время, отложить какие-то, может быть, бытовые дела и побеги за гречкой в магазин и выделить на занятия своей души. Я очень надеюсь, что наш эффект метрономы пересилит всякое негативное, демонические крыгеры, и мы создадим совсем другую реальность и поможем себе и всем людям на Земле прямо сейчас. где и когда это не вебинар, это будет целая неделя занятий с мастерами. Начиная от йоги, медитации, МСТ, графика, нейрографика, уровня дилса, психологи, философы, передача энергии от учителя, занятия с энергетом, уход от негативных эмоций, физические практики, когда на тебя паническая атака нападает, как это остановить, или негатив. Обязательно обсудим карму людей, отношения, потому что сейчас самое первое происходит у вас дома с вашими близкими. Самое первое. Кто купил курс «Гармония жизни», я его откладываю, мы сможем его начать после того, как закончится ретрит. Я его так называю онлайн-ретрит, это акция. Потому что я хочу вас подготовить, потому что на моем марафоне «Гармония жизни» мы там выстраиваем свое состояние и отношения, и цели жизни, и отношения с мужчинами, и так далее. Но чтобы к этому подойти, чтобы у вас голова заварила, я хочу вас подготовить. Сперва дисциплина тела, потом душа, а потом уже аналитическое мышление. Поэтому мы сейчас все пройдем сперва этот ретрит, эту акцию от тревоги к миру, а потом уже, друзья, кто «Гармонию жизни», кто про взаимоотношения, кто про переход из низкого в высокое, мы уже с вами там продолжим, определимся. информация будет у меня в сториз вечером. Запоминайте, переходите в мой телеграм-канал, там будут все ссылки, мы там будем вещать. Делитесь близкими обязательно. Это ваш гражданский долг, не постесняюсь. Почему без оплаты? Потому что это служение, я же говорю, что все, кто это прорекламирует, блогеры, которые поставят, это служение, это благотворительность, благотворить. Поэтому это то, что мы хотим сделать людям. Мы так хотим, просто, это наше желание. Спасибо всем большое. Я пошла до вечера. Не забудьте проверять сториз и добавляться в телеграм-канал и делиться с близкими. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok